Здравствуйте! Сегодня в выпуске коротко о новостях и событиях в сфере налогов и налогообложения. Назначены новые руководители в двух областях Ферганской долины. Начальником государственного налогового управления на Манганской области стал Алишер Байханов, а Ферганской области – от Хамджон Тилавольдив. Вернуть суммы соцналога, уплаченного за работников в возрасте до 25 лет, можно до 1 января следующего года. Специалисты напомнили, какие условия при этом должны быть соблюдены и как работодателю подать электронную заявку. Субъекты предпринимательства полностью освобожденные от уплаты налога на имущество и земельного налога будут уплачивать 1% от суммы этих налогов. Эта норма применяется в отношении льгот, предоставленных статьей 483 Налогового кодекса или решениями президента либо Кабинета министров, более подробно в публикациях на официальных аккаунтах в соцсетях. Какую ошибку часто допускают налогоплательщики, отражая суммы доходов при отрицательной курсовой разнице в отчетности по налогу на прибыль? Специалисты объяснили, где допускаются неточности и как их устранить, чтобы не возникали расхождение при предпроверочном анализе. За апрель физическим лицам выплатили около 40 миллиардов суммов кэшбэка. Стоит отметить, что за прошлый месяц потребители зарегистрировали в мобильном приложении почти 8 миллионов чеков с фискальной меткой. Напоминаем, кэшбэк подтверждается после 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором зарегистрирован чек, а значит, кэшбэк за май будет выплачен после 25 июня. На этом наш еженедельный обзор подошел к концу, увидимся в следующем выпуске.